Транспортные маршруты в Чебоксарах скорректируют. В этом помогут сами жители столицы республики. Накануне в администрации районов города пригласили инициативных граждан, чтобы выяснить, где чебоксарцы испытывают трудности с транспортом. По задумке, в каждом районе города должны были сформировать инициативную группу из семи человек. Однако, например, в Ленинском районе план провалился. Если честно, ожидал сегодня увидеть полный зал. Все 234 кресла, думаю, что у нас будут заняты. Но, к сожалению, из жителей у нас сегодня присутствует только 4 человека. Власти города подчеркивают, старые маршруты возвращать не будут. Однако, можно скорректировать новые, таким образом, чтобы всем было удобно. У чебоксарцев предложение есть. Например, Юрий Данилов рассказывает, его внучка-студентка раньше ездила из Новоюжного района в кооперативный институт на 54-й маршрутке. Сейчас транспорт поворачивает на Пирогово, и студентам приходится ездить с пересадкой. Вот они составили письмо. Либо изменить, обратно вернуть 54-й на свой первоначальный маршрут схемы движения, либо разработали даже новые маршруты, новые схемы маршрута возможного. Узнавал пассажиропоток. Вообще, там 2-3 человека доезжают туда, на Пирогово. Получился усеченный маршрут. В конструктивном русле сложилась беседа и в администрации Калининского района. Здесь к встрече подготовились основательно. Схемы движения транспорта можно было рассмотреть подробно благодаря изображению с проектора. Местные жители сразу же на карте могли показать проблемные участки. Я, как житель Ольгешева, весь район остался без прямого доступа в северо-запад и в юго-запад. Раньше у нас был 63-й маршрут, который связывал Ольгешева и северо-западный район. Он был удобный, потому что мы садились и ехали без пересадки. Теперь этой возможности нас лишили. Все предложения горожан сначала обсудят со специалистами, а затем выставят на обсуждение в приложении «Открытый город». С его помощью жители города смогут принять окончательное решение о целесообразности корректировки того или иного маршрута. Виктор Вавилкин, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.